7 ноября 1824 года в Петербурге случилось самое крупное в истории наводнение. Большая часть города была заполнена водой до уровня высшего роста человека. И вода поднимается примерно до точки 4 метра 10 сантиметров. Вот она здесь, эта точка зафиксирована относительно среднего уровня воды в спокойное время. До тех пор, пока в Петербурге не построили дамбу, то есть комплекс защитных сооружений, в городе было зафиксировано 308 наводнений за всю историю. Меня зовут Антон Жирнов. В рамках проекта «Этажи Петербурга» я вам буду сегодня рассказывать про комплекс защитных сооружений. Впервые проект дамбы каменной с содопропускными сооружениями и с водосбросами поперек Финского залива был разработан инженером Пьером Домиником Базеном еще в начале 19 века. Именно он указал на природу наводнений, именно то, что происходят они из-за нагонной волны с Финского залива. Идеи Пьера Доминика Базена опередили свое время лет на 200. Потому что в то время, в ту эпоху решить такие сложные технические строительные задачи было невозможно. Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга в этом году исполняется 10 лет. Он начал свою работу 12 августа 2011 года. Состоит комплекс защитных сооружений из каменно-зеленных дамб, из водопропускных и судопропускных сооружений. Здесь есть 7 мостов, транспортные развязки и даже подводный транспортный тоннель. Я сейчас нахожусь на дамбе. Тело каждой из дамб комплекса защитных сооружений выполнено в виде трапеции. Ядро дамбы – это песчаная порода, маренные суглинки. Откосы дамбы засыпаны горной породой для того, чтобы сдерживать натиск волны. Ширина дамбы достигает 160 метров, высота 6,5 метров. Та сторона дамбы, которая направлена в сторону Финского залива, называется финская. А та сторона, тот откос дамбы, который направлен в сторону Петербурга, называется Невская сторона. Мы сейчас с вами на финской стороне находимся. Эта сторона, этот откос дамбы укреплен наиболее мощно. Мы сейчас с вами находимся внутри так называемого водопропускного сооружения. Это придумано для чего? Для того, чтобы обеспечивать постоянный непрерывный водообмен между Финским заливом и Невской губой. Каждое водопропускное сооружение оборудовано так называемыми затворами. Затвор в спокойное время, как сейчас, находится в верхнем положении. Вот он, получается, поднят вверх. При угрозе наводнения он опускается вниз, таким образом он перекрывает вот этот просвет водопропускного сооружения и становится частью общего барьера комплекса защитных сооружений. Сейчас я нахожусь на крыше водопропускного сооружения. Как я и говорил ранее, водопропускное сооружение оборудовано так называемыми затворами. Здесь 10 затворов. Каждый из них весом 305 тонн. Каждый затвор опускается и приподнимается с помощью гидроцилиндров. Штоки этих цилиндров находятся высоко вверху. Для того, чтобы их спрятать, придуманы такие хитрые хожихи интересной формы. Я сейчас нахожусь на судопропускном сооружении, так называемом С-2. Здесь очень ветки рдует, на меня шапочка появилась. Но мы сейчас не про это. Говорим про то, что здесь происходит, как это работает. Канал С-2 судопропускного сооружения, он шириной 100 метров. Глубина у него небольшая, 7 метров. Этот канал предназначен для того, чтобы сюда можно было пропускать небольшие классы река-море. Но самое главное, самое интересное, что здесь есть так называемый плоский затвор. Мы его сейчас видим, его полностью сейчас достали из воды. Уникальный кадр. Обычно, распокоенное от наводнений время, этот плоский затвор покоится ниже даже уровня дна этого канала. Специально в таком железобетонном коробе, нижняя отметка которого относительно среднего уровня воды, минус 19,5 метров. Когда приходит сигнал о надвигающемся наводнении с Балтийского моря, этот плоский затвор поднимается из-под воды. Таким образом, обеспечивается надежная защита от наводнений. Судопропускное сооружение С-1. Это самый сложный инженерный объект всего комплекса защитных сооружений Петербурга. Это сооружение состоит из трех основных элементов. Первое – это туннель автомобильный. Второе – это пролет морского канала, по которому ходят абсолютно все корабли в порт морской Санкт-Петербурга. Третье – это плавучий затвор, часть которого прямо сейчас за моей спиной находится. Пропуск судов сопряжен с основной функцией комплекса защитных сооружений. Это именно защита от наводнений. Этой целью служит сегментный затвор, который состоит из двух створок ботапортов, покоящихся в доковых камерах. Также при них имеется опорная рама, шаровая опора и приводы. Ботапорт – с французского – это судно-дверь, если дословно переводить. При поступлении сигнала о наводнении доковая камера, в которой покоится ботапорт, заполняется водой до тех пор, пока уровень воды не сравняется с акваторией. Ворота доковой камеры открываются, и с одной и с другой стороны створки начинают выходить в середину морского канала. Штатное время закрытия морского канала – 45 минут. Приводом ботапорта служит вот такой вот футуристичный беспилотный тягач, который стоит на зубчатых колесных парах и через рычаг толкает ботапорт в центр судоходного пролета. Таких приводов здесь две штуки. Второй находится на другом берегу судоходного пролета. Эти агрегаты были спроектированы на Кировском заводе в Петербурге. Комплекс защитных сооружений работает постоянно. Здесь круглосуточно дежурят диспетчеры, инженеры, специалисты, которые контролируют гидрологическую обстановку Балтийского моря и Финского залива. Этот грандиозный инженерный объект надежно защищают петербургские улицы и первые этажи домов от наводнений. С вами был Антон Жирнов. Вы смотрели серию про комплекс защитных сооружений в рамках проекта Лахта-центра «Этажи Петербурга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова